Всем привет и добро пожаловать снова в секцию интервью со спикерами. Пока те, кто посещает конференцию, лично обедают, мы с вами берем интервью у спикеров, а вы, удаленщики, которые нас смотрят, будете слушать это? Итак, с нами сейчас Максим, со мной еще Илья, это Девлиц, снова мы, возможно, вы нас помните. В общем, мы берем интервью у Максима, у него уже сегодня был доклад. Привет. Привет. Расскажи, как у тебя ощущения от доклада, от конференции? Ну, от доклада хорошее ощущение, потому что меня слушали, задавали вопросы, я потом около часа на них отвечал в фойе, и это значит, тема актуальна и интересна, доклад зашел. Конференция тоже очень интересная, вчера были два крутых пленара с Левенчуком и с Разгуляевым по разным темам, которые вот немного так пушили сложные концепты, потому что люди же сейчас практичны, им надо взять какую-то волшебную таблетку, ну, быстрый инструментик, и чтобы на нем раз-раз и получилось. А есть сложные вещи, где надо не брать таблетку, а думать, и они еще и непривычны, надо ломать свой мозг, вот, и то, что эти темы вынесли на пленары, вот, способствует ломанию мозга и задумыванию. Мне эта тенденция нравится. Максим, я часто тебя вижу на TeamLead.com, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься. Ну, я из IT. У меня основная специализация все-таки вот не темлидство или руководство проектами, а архитектор и бизнес-аналитик и реализация в этом. Но жизнь там долгая во многих проектах, надо было руководить, вот, и я по-прежнему занимаюсь, наполовину занимаюсь этим до сих пор и даже немного пишу код, вот, на джаваскрипте. Вот, а вторая половина – это вот когда возник интерес к джайлу и к новому менеджменту, бирюзовым организациям, то у меня на эту тему из, вот, работы в IT возникли концепты, я их там рассказываю, евангелически несу. Сейчас у меня большая серия статей уже почти 30 опубликованы и публикуются дальше в Фейсбуке и на моем сайте. Так что вот, это вторая часть. Да, я слышал, что у тебя сегодня вторая часть, у меня, к сожалению, не было на твоем докладе. Расскажи, почему ты выбрал именно такую тему? Вторая часть у меня, да, вот сегодня будет практикум по спиральной динамике. Вот, это тема, которая сейчас актуальна и интересна, работа с системами ценностей людей. Для меня важно, что она очень хорошо показывает, ну, так оказалось, вот, что изменяется при переходе от, там, старого индустриального общества, от привычных компаний и корпораций к цифровому миру, который впервые возник в IT, вот, когда появился паблик-веб, который вот все оцифровывает, мы смотрим результаты, идем, и это вот на докладах очень хорошо видно, что есть люди, которые пришли, там, из паблик-веб, и, там, из Spotify, из Avito, и для них, вот, мерить метрики команд и мерить метрики процессов, это примерно как мерить метрики сайта, мерить активность пользователей, в общем, какая проблема, это просто надо делать, причем дешево. Монитор горит, там ползут графики, и ты с этим работаешь. А есть люди более старой школы, где, вот, корпоративные, традиционные, теплые, ламповые отношения, они не понимают бездушных метрик, и вот, переход вот здесь. Многое меняется, и, соответственно, вот, спиральная динамика позволяет в этом ориентироваться, давая типологию, которая показывает изменения. Расскажи, что более эффективно, более, не знаю, правильно, как тебе кажется, поколение веб, паблик веб, как ты сказал, когда у нас есть метрики, просто сам большой фанат метрик, в том числе и на команду, либо такие теплые ламповые отношения внутри компании. Просто помнится, Илья засунул мотивацию команды в графану и сделал об этом доклад, так что да. Значит, там фишка в том, что это вот ложное противопоставление. Вот как раз с точки зрения старой школы, когда говоришь про KPI, например, есть два полярных мнения. Или засунуть так, чтобы само рассчитывалось, и главное, чтобы никто не возражал, или наоборот, теплые, ламповые, ни на какие метрики не смотрим. Правильно смотреть на метрики, и они повод для разговора, для дальнейшего разбирательства. Собственно, вот как, когда мы смотрим на метрики сайта и видим, что там какой-то retention падает или еще что-то, мы же как-то, вот там мы знаем, что нет ручки вот подкрутить retention. Там надо думать и что-то сделать. Так и тут, когда ты смотришь на метрики команды, и там возрастает число багов, или они не закрываются, то вот нет ручки снизить число багов. Надо придумать, как это сделать. И это есть. На тему мотивации, которая в графане, это зависит от адвармента. То есть, в принципе, есть же, вот если это прозрачно, и все полагают справедливыми, и все видят, то так тоже можно. Ну, потому что как, в конце концов, айтишники, и не только они привыкли к этим онлайн-играм и не онлайн-играм, где вот ты поиграл, и у тебя вот бонусы и счеты, если к жизни относиться как к игре, вот, если такая культура, то оно работает. Если относиться не как к игре, то там много социальных последствий, их надо учитывать и строить. Более того, надо учитывать и строить негативные эффекты, потому что, опять же, все геймеры. Я уж в 2012 году, по-моему, слушал доклад, или в 2013, где человек объяснял, почему нельзя вот плохо заносить вот такую прямую мотивацию. Потому что все геймеры. И как только инженер видит такую систему, у него возникает интереснейшая инженерная задача — ее хакнуть, как в игре. Как меньшими усилиями максимизировать зарплату. Он эту задачу решает, потому что, ну, все знают, что игры-то вскрывают, у них опыт. Вот такой вопрос. На своем опыте ты замечаешь изменения среди поколений? Какой-нибудь, может быть, вот о чем говорят поколения Z, что им нужно по-другому ставить задачи, общаться с ними и так далее? Смотрите, статистически, именно статистически, это точно-то есть. Потому что, ну, в целом мир меняется, цифровой мир становится все шире. А дальше это многое зависит, в общем-то, не от поколений, а от инвайромента. Потому что сейчас уже во многих вот тех же веб-компаниях публичных, там люди работают не только молодые, но и более старого поколения, но они носители этой культуры. И наоборот, люди, которые пришли, вот, молодые аналитики и прочие разработчики, работают в каких-нибудь, там, обойдемся без имен, корпорациях традиционных, они воспринимают ту культуру и, более того, уверены, что мир устроен именно так. И вот мы, ну, вот, периодически на конференциях пересекаемся на разных. Вот этот вот барьер, что мир устроен не так, как в корпорациях, и можно найти интересную работу, получать от нее драйв и хорошую зарплату, это вот очень нетривиальная мысль. Они уверены, что зарплату, ну, вот, получать драйв можно там, где денег не платят совсем. Такой вопрос по поводу твоего доклада, который был с утра. Расскажи, много вопросов было в кулуарах? Да, в кулуарах было много вопросов. Мы около часа говорили, потому что тут именно вопрос практического применения и там целесообразности, сравнения с другими системами, потому что, ну как, хорошо, многие же думают, что вот взял какой-то фреймворк и под него подобрал людей, и все хорошо. Вот, даже если бы фреймворк это обещал, нынешний дефицитный рынок труда приводит к тому, что вот люди есть, какие есть, и надо с ними делать проект, но знание помогает. И мы разбирали разные случаи. Я с удивлением услышал, ну, с удовлетворением, там один из тех, кто вот беседовал, сказал, что у них в компании, они вот Белбина модель применяют уже полтора года, да, причем это это, инхаусер-заработка такая вот. Заново придумали? Нет, именно взяли готовую. И это им помогает с точки зрения вот понимания там силы, слабости команд и языка, на котором об этом можно говорить. Вот. У меня, когда речь идет о таких, скажем так, фреймворках, всегда возникает опасение, которое ты уже озвучил, что рынок, на самом деле, он диктует свои правила, и когда мне надо набрать условно 10 новых команд, у меня не то, чтобы есть время искать каждую роль отдельно и формировать каждую команду. Я уже набираю, как набирается, а там уж как получится. Не, ну, всегда есть вариант, вот особенно когда 10 команд, у тебя есть несколько разработчиков, ну, много. Если 10 команд, это 70 человек, соответственно, из них 35 разработчиков, которых, в общем-то, между этими командами можно распределить по-разному, с учетом в том числе и других ролей, и собирая там не только профессиональные компетенции, но и вот эти дополнительные. И второе, опять же, когда вот обновление команд, всегда тоже в большинстве случаев все-таки на одно место кандидат не один, а там 2-3, получше, похуже, ты из них выбираешь, и если ты вот эти вещи тоже принимаешь во внимание, то ты снижаешь возможность конфликтов или, наоборот, можешь дополнительно усилить команду. Точно так же, как ты выбираешь между профессиональными скиллами. А этот фреймворк подразумевает какую-то инструкцию, которую я могу открыть условно во время собеседования и понимать, что передо мной сидит условный исследователь, и мне его надо отправить в третью команду? Ну, значит, как таковой инструкции нет. Есть тест. Тест, он недолгий. Ты там, это самое, ну, там типа 8 примерно вопросов, на которые есть варианты ответов, между которыми надо насыпать баллы. Так что всем дать по одному баллу нельзя, ну, всем ответом. Но ты можешь при этом и на один ответ насыпать все баллы или вот как хочешь. Дальше это суммируется и получается профиль. То есть это недолго, это минут 10. С другой стороны, есть достаточно маркерные вещи, это же командная вещь поведенческая, поэтому, когда человек рассказывает про прошлую работу или про то, чем он хочет заниматься, это тоже видно. Ну, как мне кажется, давать такой тест на собеседование, ну, лично мне было бы немножко странно получить такой тест, который будет, я бы отнесся к нему как к соционике, либо, знаешь, такой набор по гороскопу. А когда спрашиваешь какие-то вопросы, то здесь уже очень сильно зависит от навыков того, кто собеседует. Именно его какие-то навыки психологии, навыки ставить вопросы, правильно интерпретировать ответы. Как здесь избежать ошибки? Ну, с моей точки зрения, вот так вот, честно, система, она очень простая. Там нет глубокой психологии, вот именно психологии. Там чисто поведенческие вещи на тему того, вот как ты предпочитаешь работать там в команде, вот с определенными задачами или наоборот искать новые решения. Ну, вот такие. Или предпочитаешь, вот если ситуация неопределенности какая-то, вот ты что будешь? Ты, ну, сам решишь или ты устроишь эту сессию, ревью, дизайн-сессию и послушаешь, ну и так далее. Возвращаясь к вопросам метрик, допустим, я по этому фреймворку с понедельника начал работать, теперь у меня все команды работают вот по этому фреймворку, у каждого своя роль и так далее. Как мне понять, что у меня стало лучше? Смотри, у каждого своя роль, она и была раньше. Просто раньше ты о ней не знал, а теперь ты о ней знаешь. И за счет вот этого дополнительного знания ты можешь что-то, может быть, то есть вот что для меня было, что какие-то конфликты, которые я раньше, ну, думал, что это вот люди так сложились просто, их узнаешь постфактум, ты понимаешь причины, понимаешь какие-то вещи, которые вот, ну, с ними можно сделать. Либо понимаешь, что с ними нельзя сделать, что этот вот конфликт будет системный, и это тоже знание. В этом смысле лучше или хуже команда работает именно в целом, а фреймворк, он помогает, ну, вести разговор. Примерно так же, как когда ты делаешь, ну, я не знаю, способ, так же, как метрики, помогают вести разговор. Или там performance review, где люди давали отзывы, помогает вести разговор и придумывать. То есть, собственно, от фреймворка, вот, он не таблетка, способ вести разговор, ну, стандартный, типовые ситуации. Примерно такая же польза, как от паттернов программирования, кстати. Ты изучил книгу с паттернами, вот, ты о них узнал. Дальше в конкретном коде ты их можешь там применять или не применять. Если у тебя получается удачно применять, вот тебе стало легче писать код. Теперь будем знать, что ты точно синглтон, да? Кто ты в проекте? Мы традиционно задаем вопрос спикерам, традиционно это уже просто второе интервью, спрашиваем один совет тем лидам, которые нас сейчас слушают. Какой бы ты дал вот один важный совет? Не будьте синглтонами. Это сложный вопрос, но, наверное, один важный совет, может, он и тривиальный, но это совет быть осознанными и понимать, вот, когда делаются какие-то действия, их смысл и для тебя, и для команды, и для компании, то есть вот позиционировать действия вот в этом пространстве смыслов и вот просто это отслеживать. Потому что, ну, очень часто, вот, ты уходишь в текучку и, ну, делаешь задачу, потому что она стоит в жире. Ты ее взял и сделал. И так далее. Вот. И вот, ну, ты сделал какой-то шаг, и вот какой шаг ты сделал, например, понимать, вот, смысл этого шага. Вот. Такой классический совет. Задавайте себе вопрос, не ерунду ли я делаю, да? Да, да, да. И если не ерунду, вот еще важно, не просто, вот ответ, я делаю не ерунду, он не принимается. Принимается ответ, я приношу такую-то пользу. Максим, спасибо, что нашел время с нами пообщаться. Желаю тебе хорошо провести остаток дня. Спасибо. Спасибо.